друзья всем привет ну что сегодня будем красить кузов этого автомобиля линкольна я на весуху открасил попробовал красочку сразу скажу красил не тем чем планировал потому что приехал хозяин машины мы посмотрели все мои полтонны выкрасок перековыряли переложили он говорит давай не париться не в деньгах как бы дело возьмем краску с шпицхекера ребята уже все подобрали у них все получилось взяли краска со шпица взял полтора литра готовой я понимал что это как бы впритык но у меня там сейчас расскажу такие мысли были это остаток от готовой краски с подбора здесь грамм может быть 300 может быть 350 ну не знаю точно и здесь ну миллилитров 200 миллилитров по весу конечно больше грубо говоря у нас есть пол литра краски я использовал литр краски на капот снаружи два бампера две ручки зеркало и два молдинга а еще 4 парктроника как бы ну такой расход очень кислый красный кроет плохо укрыл за три слоя и половинка эффектный я по ним не сейчас надо красить один борт целиком грубо говоря то есть мне точно не хватит что делается в этих случаях в этих случаях берется подложка у меня есть намес краски тех которых я делал вы красы и и очень много реально остаток огромный тем более что это вода тем более что с ван степ подойти в добавкой это все укрываю водой сушую там если надо что-то подтираю не подтирают а мухи мусор волосы и так далее все это убирается она высыхает и сверху спокойно перекрываем то есть используем как обычные подложки вариант подложки с технологиями пообщался говорят да вода это то есть беспроблемно на воду ложатся любые акриловые продукты в легкую поэтому укрывай делай все будет хорошо это и тогда краски мне хватит еще даже чуть-чуть и останется я люблю так чтобы с машины чуть-чуть оставалось краски на всякий случай мало ли что то где-то эту краску укрывает тонированный лак лак тонированный это вот такая жижа то есть в литр лака добавлено там 24 под чем-то грамм пигмента ну опять же специального какого-то пигмента которые ребята разработали подобрали здесь был килограмм килограмм выглядел вот так вот до этих пор поэтому такого остатка лака но мне по-любому хватит также я я думал не использовать еще слой прозрачного лака на эти элементы но объясню почему надо я использовал туда просто еще слой то есть я высушил это полтора слоя хорошо просушил этот лак минут 30 и нанес в один такой хороший слой не полтора один слой ультра хэсовский лак сейчас мне нужно будет лакировать один элемент частично а укрывать его потом весь и делать переходы делать переходы на тонирующим лаки стрёмно поползет паутина хрен чуть не сделайте будет виден как контур реально ничего не сделайте поэтому переплата за 200 грамм лака там на этих элементах но она того как бы стоит не стоит на этом экономить что сейчас делаем берем воду берем приготовленную нашу флажок сейчас в камере объясню для чего здесь мы красим значит ступеньку именно водой сейчас работаем до этих пор окрашивать крыло буду встык потому что краска с тонирующим лаком если я здесь по уже заводскому цвету пройду еще полтора слоя тонирующего лака но у меня выпадет в темноту с учетом того что я тут даже красить примеру не буду поэтому окрашиваем встык полностью а сюда тянемся уже на переход то есть вот тут я разойдусь лаком тонирующим а дальше мне надо вот этот элемент накрывать прозрачным лаком иначе у меня что-то не получится то же самое здесь делаю носик перехода небольшой красим крыло дверь там переход выкраску клею где-нибудь удобном месте чтобы я когда здесь крашу зашел на нее это просто индикатор того что мы укрыли плохо кроющие цвета те которые вам колорист сказал что за два слоя на слое не кроет клеить где-нибудь сбоку там вот тут выкраску допустим приклеить да красим заходим на выкраску точно так же и потом смотрим это будет хорошая индикация потому что можно ошибиться и не увидеть просто на просвет не увидите где-то протир потом будет перекрас обидно а надо было доложить буквально пол слоя и дверь красит дверь тут с проемчиком все заклеено сейчас напыляю на протиры баллон для протиров я уже его дорабатываю этот баллончик мы посмотрим как он закончится потому что когда баллоны хреновые они заканчиваются когда в них еще вот так вот материала по ощущениям есть пока что не плюет минут через пять обдува можно выветривание обдува нужно даже протереться липкой салфеткой выворачиваем ее на ту сторону где мы еще не использовали и вперед из-маха отбелая он 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но я и тут вижу по грунту, что я при таком слое... Ну, не укрылся, видно просветы, все дела... Это красный... Красный, сука, всегда плохо кроет... А представьте, что если бы я не использовал подложку... Так эта вода, она лучше кроет, чем сольвент... И тем не менее, вот с одного слоя... Но я правда так... Я играю сейчас с one-step ADT в этой добавкой... Потому что мне кажется, что в процессе моих тестов я ее сильно перегружал... Вот я сейчас нанес чуть тоньше... Ну, получается тонковато... То есть красный за один слой не укрыл вертикаль именно... Горизонт-то можно налить, там беспроблемно... А вертикаль можно налить так, чтобы она потечет... Короче, играемся... Но больше я красного тут класть не буду... То есть у меня самая основа закрыта... То есть весь грунт... Все, что было именно как пятна... Оно сейчас смотрится все в одном монотонном слое... Это самое, по сути, главное... Потому что дальше пойдет в той краске эффекта больше, чем в этой... И он будет уже, отблескивая зерном, хорошо нам прикрывать фон нижний... А еще важное такое напоминание... Если вам колорист не сказал, что у этой краски обязательно... Допустим, там темно-серый грунт... Показал его по цвету, как он выглядит... Обязательно два с половиной слоя... То значит эта краска не светится... Ее можно ложить хоть в три, хоть в четыре слоя, если вы не укрыли... То есть вы эту краску накрываете до укрывания... А укрывание можно проконтролировать только по карточке... Обдулись, просушились... Смотрим, что кроет не фонтан... Значит, надо с OneStep класть толщий слой... А то я его использую, как с обычной 900-й добавкой... Ну, в общем, так... Грунта нету... Серого грунта не видно... Все укрыло... За два с половиной слоя... Сольвентная краска тут уже отработает... У меня есть полный бачок... Сколько тут? 0,75 получается? 0,7... 0,7... Краски... Посмотрим, насколько хватит... От mitäourcing... С três, блин... Kind Morgen... В! Так... Далее... ругое авиаде не~~ 轎! Посмотрим! ! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, я смотрю по выкраске, что сейчас кину еще слой, и этого будет достаточно, а потом припыльный. Продолжение следует... 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 Настройки остаются те же самые Полтора килограмма давления Подача на всю, факел на всю Расстояние чуть-чуть или меньше Получаем при этом Такую легкую насыпь, структуру Камера, фокусируемся Молодец, покажи Как оно выглядит Примерно вот так Теперь спокойно уходим разводить лак Оставляем так минут на 15 Пусть постоит, не надо торопиться Оно кажется, что сухое Можно хоть, грубо говоря, 2 минуты и краситься Не стоит Потому что количество слоев При таких плохо кровящих цветах Толстое, большое получается Ему надо высохнуть Если не дали высохнуть, потом ждите отслоения лака Либо же потом лак может закипеть Потому что растворитель из краски испаряется И в лаке есть свой растворитель И они начинают кипеть Хотя казалось бы, лак нанесли правильно, как положено Оставьте на 15 минут, на полчаса Оставьте, ничего с ним не случится за полчаса Вы отдохнете Под солба вытрите летом, потому что жарко Покурите, сходите 3 раза Но не надо торопиться Спешка эта потом дороже обходится Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok